В Бресте специалистами котельного хозяйства уже не первый год проводится реновация тепловых сетей. За три месяца этого года уже заменен один километр. Всего заменить планируется 12 километров. А 19 объектов полностью укомплектованы материалами. Это свыше 6 километров трубопроводов. В работе сегодня находятся 2,5 километра трубопроводов. Серьезная реновация проводится и на улице Луцкой. Подготовка у нас начинается еще зимой, но она заключается в разработке проектной документации, формировании планов замены. А уже в межотопительный период происходит непосредственно замена трубопроводов. Потому что в отопительный период, вы прекрасно понимаете, что произвести демонтаж трубопроводов не предоставляется возможно. Этот сезон мы начали Южный городок. Это на улице Жукова возле магазина «Продтовары». Объект уже в завершающей стадии. На территории областной больницы улица Тисовая уже тоже объект завершается. Улица Себровская, 63. Тоже активно ведутся работы. Также работы ведутся в микрорайоне Восток, в границах улицы Орловской и Гаврилова. У нас сейчас находятся в работе 4 объекта. Также на улице Дубровской 2 объекта. То есть у нас география, весь город охвачен. Тепловые сети на улице Луцка уже отработали больше своего нормативного срока. Потому пришло время их заменить. К сведению, срок годности старых сетей был 15 лет. Новые прослужат в два раза больше – около 30. Пока на данной территории производится только демонтаж. Работа не быстрая. Ведь в данном случае здесь в приоритете человеческий труд. Ну а после – очередь техники. Работа сложная, потому как она, ну скажем так, ее не ускоришь. Ну тут работа, она, есть определенные этапы, и без них никуда. Она, кажется, там раскопал землю, там трюк, и все. Нет. Во многом это очень много, знаете, работы, поиск тех же коммуникаций подземных, которые могут быть. Кабеля, связь, газ. Представители указали где-то здесь. Вот мы берем лопаты и начинаем копать. Пока не найдем. Вручную все. Техника здесь не должна быть вообще. Тут у нас задействованы слесаря и сварщики. В данном этапе сварщики здесь пока не нужны. Здесь нужны только слесаря. Идут земляные работы. Уже скоро будут сварщики, будут вырезать трубы. Также слесаря, они же стопольщики, которые будут эти трубы отгружать и вывозиться на базу. Сегодня замена остальных труб с истекшим нормативным сроком эксплуатации на новые предварительно изолированные. Это отличная гарантия, что качество горячего водоснабжения улучшится в несколько раз. Да и в случае аварийной ситуации можно быстро выявить, где, что и по какой причине произошло. Предизолированные трубы отличаются от трубопроводов классической изоляции. То, что теплоизоляционным материалом является вспененный полистирол. И находятся они также в пластиковой изоляции. Эта оболочка обладает улучшенными коэффициентами теплоизоляции. То есть у нас снижаются теплопотери. Помимо всего прочего, данные трубопроводы оснащены системой дистанционного оперативного контроля. То есть в случае порыва мы с большой точностью можем определить точку, в которой произошел порыв. По причине большой протяженности участка строительно-монтажные работы иногда могут затянуться. Но даже несмотря на это, специалисты всячески стараются минимизировать срок отключения горячего водоснабжения потребителю. Когда производится демонтаж лотков, земляные работы, то естественно в трубопроводах находится горячая вода и потребитель получает горячее водоснабжение. И уже непосредственно, когда мы производим сам демонтаж, тогда естественно происходит отключение и мы благовременно уведомляем потребителей. Результаты испытаний данные статистики показывают, что предизолированные трубопроводы зарекомендовали себя на высоком уровне. Если мы посмотрим статистику тепловых потерь 15 лет назад и сейчас, или даже возьмем какой-то конкретный район, то цифры колоссально разнятся. То есть у нас происходит минимизация тепловых потерь и на сегодняшний день наше предприятие находится по тепловым потерям. Эта цифра не превышает нормативные, она даже ниже. Хотя бы вот этот фактор, он основополагающий в мероприятиях по замене тепловых сетей. Что касается аварийных ситуаций, да, они имели место и действительно система операционного и дистанционного контроля на себя оправдывает. И мы минимизируем земляные работы, мы в конкретной точке знаем, что здесь у нас порыв, мы с точностью до нескольких метров обнаруживаем участок. Анастасия Милишкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.